Разобравшись с тем, какие файлы и папки у нас используются при инициализации командной оболочки, вне зависимости от того, входит пользователь в систему или, может быть, вызывает эту оболочку после входа в систему, теперь будем смотреть, как управлять этими файлами и папками, что мы можем при помощи них сделать. То есть, тема у нас та же, 105.1, настройка использования командной оболочки. Сейчас говорим о том, что такое псевдонимы и функции, и где они находятся. Слайдик у нас короткий, сейчас мы с ним разберемся, на практике посмотрим. Значит, у нас псевдонимы и функции определяются во всех этих файлах rc. bash.bashrc, в зависимости от того, в каком файле мы употребим псевдоним или функцию, он у нас будет использоваться для всех пользователей или для конкретного нашего. Сейчас будем с конкретным нашим пользователем работать, поэтому я буду использовать файл bash.rc, который лежит в домашней папке пользователей. Значит, псевдоним, что такое? Псевдоним – это вызов какой-то команды, в котором уже заданы некие ключи. Мы сейчас посмотрим на примере, у нас вот здесь есть такая команда la. la в самом линуксе такой команды нет, но мы можем через оболочку задать такой псевдоним, что сочетание букв la будет вызывать команду list с ключом –a, что мы часто сделаем. И есть такое понятие, как функция. Функция точно так же. Мы создаем какой-то символьный набор, какое-то слово, может быть, не знаю, которое будет вызывать последовательность команд. То есть у меня в примере есть такая функция hello, которая будет отвечать нам привет. Я уже в таком бодрствующем состоянии, после чего вызывать команду uptime-p, которая будет указывать, сколько уже у нас работает система. Но чтобы это лучше понять, давайте запускаем нашу Ubuntu. Для начала псевдонимы. Вы видите, я нахожусь в своей домашней папке, у меня такая тильда. Слева значка доллар, значит, в этой домашней папке есть файл .profile, который у нас в Ubuntu ссылит на файл .bush.rc. Вот на этом. И в этом файле есть много чего. В частности, вот у нас здесь сразу в конце находятся псевдонимы. Например, вот вы видите, написано «Псевдоним для команды ls» вызывает команду ls, но с автоматической настройкой цвета. То есть мы знаем то, что у команды ls или list, который выводит там перечень, содержимое папки, очень много различных ключей. И в Ubuntu, когда мы нажимаем в командной строке ls, он у нас по-разному подсвечивает, если вы помните, было занятие по правам, подсвечивает разные файлы, в зависимости от того, какие на них установлены биты, или там папка это, или файл, скрыт этот файл и так далее. Он это все отображает цветом и шрифтом, потому что установлен вот этот параметр color-after. Есть у нас закомментированные псевдонимы. Вот видите, вначале стоит решетка, это в большинстве языков программирования, значит, то, что строчка закомментирована, то есть не используется. Можно точно так же команду dir задать псевдоним для нее, и тогда команда dir будет нам показывать тоже с различными цветами. Вывод. Есть, видите, ниже еще несколько псевдонимов для ls, которыми мы обычно не пользовались, потому что в разных дистрибутивах этих псевдонимов может не быть, ну, то есть их никто там не назначал, и поэтому мы классически всегда писали ls-a. Но есть тот же самый псевдоним, видите, la, ll, l, и все они вызывают у нас команду list с различными ключами, то есть ей заданный псевдоним. Давайте попробуем, я же катом, да, вывел. Попробуем команду ту же самую ll, и вот она на вот таком виде нам выводит. Пробуем команду la, вот в таком виде выводит, хотя, по сути, такой команды в Linux нет, ни ll, ни la, это не команда, это просто псевдоним, то есть так они работают. Чтобы лучше разобраться, давайте создадим свой псевдоним. Есть у нас команда такая, Uptime, я ее сейчас в файле, в слайде PowerPoint-овском употребил. Мы ее тоже с вами проходили в предыдущем плейлисте, когда у нас было администрирование Linux для самых маленьких. Она нам показывает, сколько у нас уже работает система, сколько там пользователей, и даже говорит нам вот эти вот три важные цифры по загрузке компьютера. Кто этого не знает, смотрите предыдущий плейлист. Я сейчас упомянуть не буду. Значит, давайте посмотрим, какие есть у этой команды ключи. ManUptime. Не видим то, что среди прочего у него есть ключ у этого Uptime минус P, pretty, отображать нам в таком симпатичном, понятном виде. Значит, я хочу сейчас создать псевдоним, который будет нам показывать, как долго работает наша система в симпатичном виде. Назову я его for how long, например. Как долго. Вот так вот. Сейчас у нас, само собой, нет такой команды, поэтому он у нас ругается. Давайте команду создадим. Для этого нам нужно наш файл bash.rc немножечко отредактировать. Спускаюсь в конец файла. Это у нас заглавная буква G. Если вдруг кто-то запомнил после занятия по V, как спускаться в конец файла, это здорово. Я не помню, мне пришлось данного смотреть. И добавляю текст. Например, некие алиясы с псевдонимы для аптайма. Строчку я закомментировал, она никак не считывается системой. Это я для себя так описал то, что я буду делать. И создаю псевдоним. Алияс. Таким словом он задается. Вот вы можете наверху посмотреть, как создавались псевдонимы для LAM, например. Алияс. Как я там назвать хотел? For how long? И что этот алияс должен вызывать? Равно кавычка одинарная открыть uptime минус p кавычка закрыть. Escape сохраняемся. Теперь смотрите, если я попробую вызвать снова псевдоним, он меня пошлет, несмотря на то, что мы его назвали. Потому что профиль вот этого вот bashrc применяется при инициализации оболочки. То есть нам нужно выйти и войти из системы, или перезапустить оболочку, и тогда у нас применятся мои изменения. Я могу просто в текущей командной строке снова вызвать bash. И он будет вызван уже с учетом изменений, которые я внес в этот файл bashrc. Вызываю я снова bash, и снова пробую for how long. И видите, теперь он мне показывает то, что система у меня работает уже 36 минут. Кроме того, я псевдонимом точно так же могу перезаписать команду. То есть, как вы видели, команда... Давайте я вернусь туда. vbashrc. Команда list у нас, когда мы его вызываем, она сразу запускается с ключами color auto. Я хочу точно так же запускать uptime. Для этого я отредактирую, пожалуй... Да, проще мне заново написать, чем редактировать это. Новый псевдоним создам. Алиас. Для uptime. Я хочу, чтобы uptime теперь вызывался тоже с ключом uptime-p. Кавычки закрыть, сохранить. Снова вызываем bash, чтобы перезапустился он. И зову uptime. И теперь у меня uptime выводит вот в таком виде, сколько работает система, вместо того, как он выводил до этого. То есть, псевдонимы у нас... Проводим краткую такую отбивочку. Позволяют нам запускать команды с какими-либо ключами. То есть, такое сокращение для вызова какой-то удобной команды. Вы можете писать свои псевдонимы, или вы, может быть, перешли с одного дистрибутива на другой. И в том дистрибутиве немножко по-другому что-то работало. Вы можете себе написать псевдонимы. И эти псевдонимы будут работать так, как вы привыкли. Или для каких-нибудь непродвинутых пользователей вы можете написать псевдонимы с какими-нибудь понятными буковками, чтобы непродвинутые пользователи могли получать информацию в удобном виде, а не запускать сложную последовательность команды. Теперь функции. Та функция, которая была у меня на слайде, она скучная. Я хочу придумать какую-нибудь новую функцию. Например, точно так же, как альяс мы, который создали. Я хочу какую-нибудь команду what the fuck, например, придумать. Сама по себе, вы видите, эта команда такой, само собой, не существует. Мы сейчас ее напишем. Это будет функция. Функция от альяса у нас случается тем, что можно последовательность команд, некий скрипт написать. И этот скрипт будет отрабатывать как функция. Для этого нам опять же нужен файл bash.rc наш. Мы, повторяю, работаем с домашним файлом, с файлом нашего профиля. И поэтому все вот эти функции и альясы будут справедливы только для моего пользователя. Если я хочу, чтобы они были справедливы для всех, смотрим предыдущее занятие, нам нужен файл bash.rc глобальный для всех пользователей. Итак, я здесь же нахожусь, спускаюсь вниз. И здесь же внизу дописываю функцию. Давайте. Точно так же я его закомментирую и напишу то, что это функция what the fuck. Даже вот так я ее назвал. Итак, как у нас задается функция. Мы пишем, собственно, по слайду точно так же. Функция, function, имя, которым мы хотим ее вызывать. И вот эти скобки. Скобки мы пишем для того, чтобы указать то, что эта функция работает сама по себе, без аргументов, а вообще мы можем функцию написать к какому-то аргументу, например. То есть, не знаю, функцию к моему пользователю, когда мы будем вызывать какую-то команду, мы можем применять эту функцию к одному пользователю, к другому, или к какому-то там диску, или какой-то папке. То есть, функция у нас умеет работать с аргументами. Мы сейчас так далеко не заходим. Пишем простую функцию, которая не работает ни с какими аргументами, а просто отрабатывает последовательность команд. Открываем фигурную скобку. У нас будет несколько строчек. Команда what the fuck будет нам показывать. Эхо. Вас зовут... Ну, то есть, такой ты проснулся, ничего не понимаешь, что происходит, где ты. Your name is... И для того, чтобы узнать наше имя, в Linux у нас есть команда who am I. Дальше. Следующая строка будет нам писать сегодня. Дветочек, кавычки, закрыть. Следующая строчка. Для того, чтобы узнать, какое сегодня число, время, у нас есть в Linux команда date. И сделаем еще одну строчку. Эхо. Вы здесь. Для того, чтобы узнать, где мы находимся, у нас... Так, сейчас я тут запутался в символах русских-английских. У нас есть команда pvd.printworking.direct. Ну и закрываем функцию. Я думаю, все понятно. Это просто последовательность команд, которая у нас отработает после того, как мы напишем what the fuck. Окей. Сохраняем. Опять же, если я просто так ее напишу, у нас сейчас ничего не будет, нам нужно перезапустить bash. Перезапустили bash. И получаем ваше имя, имя пользователя. Сегодня он показывает дату и время. Вы тут. То есть вот такая вот функция. Еще раз скажу, функцию можно делать с аргументами, но это нам еще знать рановато. LPG на этом уровне этого знать не просит, поэтому мы так далеко и не полезем. Разобрались мы с вами, что такое функции и что такое псевдонимы. Попробовали создать свои, посмотрели существующие. И подчеркну еще раз, функции и псевдонимы можно создавать глобальные для всех пользователей системы, то есть вообще для оболочки, или для какого-то конкретного пользователя, то есть в его конкретном профиле. Для этого мы трогаем файл bash.rc, который находится в домашней папке пользователя. И еще раз, все эти rc файлы, это нужно запомнить, как раз таки в первую очередь применяются для функций и для псевдонимов. А не еще для чего, для кое-чего используется, но это еще знать нам рано. В следующем занятии разбираемся с переменами и добиваем LPG-105.1. Продолжение следует...